Привет всем принцам и принцессам! И сегодня вы, как обычно, на канале LightPrincess. Да, я знаю, что вы долго этого не слышали, но, как вы помните, у меня был челлендж. Я 30 дней снимала только шорцы, и мы смотрели, как это будет, поможет мне или, наоборот, сделать хуже, но об этом, конечно же, не сегодня. Я уже, в принципе, вернулась с новыми силами. Я мотивирована снимать намного больше, чем снимала, и у меня много-много идей, но об этом также, конечно же, немного позже. Что же, сегодня у нас понедельник, а я надеюсь, вы не забыли, что по понедельникам у нас обзоры модов. Что же, и сегодня у нас новый крутецкий мод. Я желаю вам самого приятного просмотра, ну а мы погнали обозревать новый мод. Так, с первым делом давайте откроем наш мод, потому что он у нас сегодня очень-таки секретный. Вот наш сундучок мы открываем, и, как видите, у нас здесь очень много оружия. Давайте я все заберу, и также я вам покажу, что это у нас не какой-то аддон, не текстурпак. Это все мод, он, в принципе, рабочий, все работает очень хорошо, поэтому давайте его обозревать. Так, давайте немножечко отойдем на какое-то хорошее место, и первое это вот такой вот пистолет. Да, я не совсем знаю, как что называется, потому что в оружии я не разбираюсь, но толк в том, что оно работает, и это в Майнкрафте по Катодишн, и, как видите, все работает довольно-таки хорошо. И, в принципе, мне понравилось, я так подумала, что мод, в принципе, интересный, полезный. И, возможно, кому-то он даже пригодится, кто там сериалы снимает, либо просто любит оружие, или для мини-игр, то, в принципе, вполне себе хороший мод для Майнкрафта по Катодишн, или же Бедрока. В принципе, называйте, как хотите, я буду называть и так, и так, потому что, ну, в принципе, если вы начнете скачивать Майнкрафт ПЕ или же БЕ, называйте так же, как хотите, то вы увидите и такую, и такую название этой игры. Так, давайте еще возьмем какого-то враждебного моба, потому что стрелять в каких-то коровок и свинюшек я не хочу, пусть будет ведьма, и вам покажу, что все работает. В принципе, мы с легкостью убиваем всех мобов, но убивать какого-то мобика, который не является враждебным, а вполне себе мирный, я не хочу. Вот, как видите, я вам показываю, что все очень-очень хорошо работает, так что, в принципе, все очень-очень хорошее, проверенное. Давайте еще поменяем у нас немножечко оружие на те, которые мы еще не использовали. И я еще раз повторюсь, что все работает, все очень крутое, и я надеюсь, что данный мод вам понравится, потому что я хотела как бы вернуться. Я, конечно же, и не уходила, я просто делала себе челлендж такой маленький, чтобы проверить, как оно будет. В принципе, я вам так скажу, что результаты меня не особо удивили, в принципе, оно то на то вышло. Я считаю, что если снимать, то шортсы это более такое, как тема ТикТока, и я считаю, что самое лучшее это снимать и такие видеоролики, обычные, которые вы сейчас смотрите, и, конечно же, шортсы. Но это уже для каждого что-то свое, и вы можете выбирать то, что вам больше, в принципе, нравится. Мне нравятся такие вот смешанные видеоролики, потому что, как по мне, это более как-то лучше, потому что все же YouTube это такие видеоролики большие, но, в принципе, что-то маленькое тоже вполне себе интересно, потому что это в новинку, так скажем. Также, вот как видите, у нас есть вот такая вот красивенькая бомбочка. Она очень хорошо подойдет тем, кто любит у нас шахтерство, и кто, допустим, не взял динамит ТНТ, то такая вот бомба вполне себе вам подойдет. Я считаю, что она очень тоже таки хорошая, и она себя оправдывает. Вот, как видите, мы можем вырыть такие вот огромнейшие коньончики с помощью бомб, и, в принципе, найти шахту, найти алмазы и всякое-всякое прочее. И также, как вы могли заметить, в воде данная бомба, как и самый обычный динамит, не взрывается. Так что вот такой вот интересный бах. Для кого-то, кому интересен, то, конечно же, можно его просто обезвредить водой. Вот, как видите, я брошу, и ничего не произойдет, потому что вода как бы обезвреживает. Так что давайте сделаем быстренько денечек, потому что что-то у меня потемнело, а мне это, в принципе, не очень нравится. Давайте вылезем из этого коньона, который мы сами, конечно же, и создали. Но ничего, откройте, все у меня работает, все очень хорошо. И давайте еще открою инвентарь. Посмотрите, что как выглядит, что как называется. Возможно, вы разбираетесь в этом, и вам это будет намного-намного полезнее, чем, в принципе, это будет мне, потому что, я повторюсь, я в оружиях не разбираюсь. В принципе, совершенно. Ну что, ребята, подписка или жизнь? Ну, я, конечно же, шучу. Я вам очень благодарна, что вы посмотрели мой видеоролик. Надеюсь, с данного видеоролика вы получили что-нибудь полезное для вашего Майнкрафта и для удобства вашей игры. Я очень-очень старалась. Надеюсь, данный мод вам понравился. Если он вам действительно понравился, и вы даже хотите с ним поиграть, то ссылка на мод будет, конечно же, в описании. Нет, это никакая-то не реклама. Я просто хочу вам помочь круче поиграть в вашу любимую игру, потому что я считаю, что Майнкрафт, Бедрок или же Покет Эдишн, в принципе, заслуживает такого же внимания и всего такого же, что и Джава Эдишн, потому что, в принципе, это тот самый Майнкрафт. Но почему-то в Майнкрафт Покет Эдишн играют намного-намного меньше людей, и я надеюсь, что это скоро изменится. Что же, всем отличного, чудесного дня. Всем пока. Мы с вами еще, конечно же, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok